Да, снова это время года, когда мы будем рассуждать о саундтреках игр. И так как я уже слишком много времени провёл вас на экранах в этих топах, то я, пожалуй, отдам главную роль звуковой дорожки в этом видео, поэтому вы будете больше меня слышать, чем видеть. LEGO City Undercover — эксклюзив Wii U, призванный продемонстрировать возможности консоли. Увы, Wii U не может выдержать накала даже такого движка, с которым спокойно справляются и Xbox 360, и PlayStation 3. Стоит хотя бы обратить внимание на загрузки уровней, самая длинная из которых длится около 1 минуты и 20 секунд. В любой другой игре данный факт тебя только бы расстраивал, или даже ущемлял твоё достоинство. Но не в LEGO City Undercover. Разработчики, смекнув, решили сопровождать загрузки потрясающим треком, который заставит двигать задницы любого более-менее не овощного человека. С ним же рядышком встаёт и трек из финала игры, во время воспроизведения которого мы в свободном падении уворачиваемся от обломков, что с невероятной скоростью летят с самого Чейза Макейна. Знаменитая музыкальная тема Battlefield рискует стать вечной и несменной. Композиторы, пишущие музыку для данной игровой серии, уже сменились несколько раз, но основной мотив они не забывают до сих пор, переделывая его на новый лад. Так решил поступить и Ю Карин Тамаки, написавший для сего саундтрека Battlefield 4 лишь один трек, и озаглавив его в War Show Team. Однако это название скрывает за собой всю суть композиции, которая внегласно является основной темой игры. Остальной саундтрек написал Йохан Скудж, из всего состава которого хочется особенно выделить творения под названиями Team for Kill и The Majestic Valkyrie. Новый Killer Instinct, который является эксклюзивом Xbox One, не такой уж огромный проект, дабы в него вбухивать неведомые денежные средства. Но для уважающего себя композитора материальное положение не значит ничего, ибо для любого творца важно его творение, а не получаемый с этого куш. Мик Гордон, композитор этой игры, произвел потрясающую работу, создав десяток треков, застревающих в памяти всерьез и надолго. Даже музыка, играющая во время самих поединков, обычно незрачная и никакая, тут завораживает. Про темы, играющие в меню и после битвы, вовсе не стоит говорить. Вы просто обязаны их послушать. Найдите и послушайте. Иногда замена композитора не ухудшает ситуацию, а наоборот, лишь улучшает. Один раз сменить человека, ответственного за музыку, у Ubisoft не получилось. Лорн Балф не смог претвести на свет более-менее вразумительный саундтрек для Assassin's Creed 3. А вот Брайан Таллер, который раньше написал музыку к Modern Warfare 3, к NFS The Run, к фильму Железный Человек 3 и прочему добру, пришелся очень кстати со своими гитарными мотивами и оркестровыми зарисовками. Весь саундтрек это настоящее произведение, после которого ни Эспер Кьют, ненужным последующим Ассасинам, ни какие-то там ученики Ханса Цзиммера. Саймон Виклунд, не очень уж известный композитор, многие из вас, думаю, вообще никогда не слышали об этом человеке, но как-то раз он собрался с силами и создал великолепнейший саундтрек для, будь им честны друг с другом, бюджетной игры Payday 2. Электронные мотивы, что пропитали весь саундтрек, подгоняя четверку грабителей, лучшие оркестровых, и подходят всему действию на все 100%. Заодно и Саймон провел работу над всем звуковым рядом проекта, выступив своеобразным звукорежиссером, подогнав все созданные им треки под накал страстей в игре. Музыка, играющая в холле супермаркета, а также в клубе, тоже его творение. А ежели вы думаете, что сеть человек может только брутальную электронщину запиливать, то не пожалейте денег и приобретите новогодний саундтрек игры, продающийся в стиме всего за 40 рублей. И вы не пожалеете. И вот так вот и получается, что композиторы, которые по сравнению с мировыми метрами производства саундтреков не очень-то уж и известны, оказываются лучше самих метров. Субтитры создавал DimaTorzok